привет ютубчик привет гостям и подписчикам моего канала идет зима зима самое время делать печки вот и сегодня вам покажу как сделать печку длительного горения это не мое изобретение в принципе эти печки люди делают давно вот ну захотелось как бы сделать в порядке эксперимента потестить посмотреть может как бы перейти на такое отопление все-таки обещают 10 часовое горение на одной закладке это очень неплохо ну и как один из моих подписчиков утверждает он такой печкой отапливает дом 130 квадратов не знаю будем проверять правда это или нет вот и как бы скучно сидеть без дела хочется что-то новенькое поэтому сейчас расскажу что будем делать вот был в качестве эксперимента у нас водяной бойлер взят конечно стенка достаточно у него порядка двух миллиметров может даже и поведет такую печку но нам это тоже сейчас не важно если печка покажет неплохие результаты мы переделаем ее из более толстого металла вот что для этого надо нужен бак от бойлера водяного на 100 или на 100 или на 80 литров не помню даже какой очищены естественно и нас интересует внутренняя колба от внутренней колбы мы отрезаем вот такую крышку как всегда при работе с баллонами мы отступаем в данном случае сделал пол сантиметра отступил вот и с этого же баллона мы срезаем еще кольцо металла ну сколько тут у меня сантиметра 34 вот из него же мы сделаем ободок для крышки то есть мы приварим его внахлёст на крышечку чтобы не искать нам полосу ну или может у кого-то есть полоса у меня не было я пользовался показываю как сделать когда материала немного вот из нее мы сделаем ободок для крышки которая будет надеваться на баллон вот нам нужен метр вот такой трубы на металлобазе написано до 50 тут где-то около 57 в принципе использует ее вполне достаточно стенка 3 ну если найдете больше будет только лучше ну естественно по бокам нам надо будет обшить воздухообменниками вот как как на моей вот этой печки вот такие вот будут воздухообменниками она будет полностью по кругу обшита это 20 на 40 профильная труба вот она у меня есть ну я пока взял 12 метров не знаю хватит не хватит посмотрим вот она лежит ну и остатки металла у меня есть поэтому для ножек я вот нашел три вот таких кусочка это будут ножки в общем сейчас из всего этого будем делать экспериментальную печку длительного горения не переключаемся остаемся на канале ну что ж мои маленькие юные хулиганы и самодельщики прошло каких-то пять минут и вот у нас уже видно концепция нашей будущей печки вот эта штука будет вставляться здесь здесь еще будет специальная окошко я знаю что вы сейчас закричали а знаем знаем это бубафоня так вот нифига это не бобафоня похоже но не бубафоня очень похоже то есть она будет зашиваться вот такими воздухообменниками а внутри будет кое-что не то поэтому кто хочет узнать что же там будет должен поставить сейчас лайк обязательно внизу вот там потом ставим лайк и не переключаемся ждем пока печка будет готова в общем еще каких-то 5-7 минут и как вы видите наша печечка уже полностью готова на печечку помимо колбы от водяного нагревателя ушло около 13 метров трубы 20 на 40 это для воздухообменников вот она и по длине у меня получилось 50 четко 50 ну и так обрезки металла на вот эти части вот еще надо будет сделать на ней воздушную заслонку которая будет подачу воздуха добавлять внутри это выглядит вот так опять же повторюсь это не бубафоня похоже но не она печь длительное время этот блинчик у нас съемный вот он абсолютно отдельно от воздуховода но опять же печка экспериментальная такие еще не делал то есть мы ее будем запускать вот внизу стоит по этой штуке будет подаваться воздух вот я нарезал для подачи воздуха и будет идти горение внутри печки блин при этом повторюсь не опускается то есть все устанавливается засыпается загружается и запускается в общем как и обещал показал вам это в готовом виде как это выглядит все как это вкладывается вот это вот в принципе и все части печки в принципе говорят что такие печки очень любят тех кто занимается теплицами получается что как бы она горит около 10 часов ну если ночью какие-то заморозки у вас все равно в теплице там плюс 5 плюс 6 будет в любом случае что вам и надо вы с вечера его поставили она сама топится вот а вы спокойно спите знаете что в теплице у вас ничего не погибнет вот хотя как бы один из моих подписчиков отапливает довольно большой дом похожий печкой ну вот в принципе поэтому я решил для себя сделать такой эксперимент пока сам не попробуешь точно не узнаешь поэтому чтобы увидеть как эта печка будет гореть более детально я объясню вам принцип ее действия надо вот тут подписаться вот здесь именно кнопочка такая красная это подписочка на канал возле нее нажимаем колокольчик чтобы не пропустить следующее видео по этой печки ну и за то что я сделал эту печку я думаю мне можно поставить лайк а не указал шаг шаг я не указал как я варил воздухообменник вот такие взял кусочки это тридцатка 30 на 30 вставлял между ними и делал шаг 30 между обменниками это последний тут получилось чуть больше я узал посередине попал все остальные делал шаг 30 поэтому оставайтесь на канале обязательно будем ее топить и посмотрим что она нам покажет померяем перометром в общем до новых видео спасибо что смотрите